Друзья, приветствую вас на нашем канале. Два последних года показали, что российский рынок, несмотря на возникающие сложности, отличается высокой емкостью. То есть в нашей стране активно продают новые машины. Это в сочетании с уходом популярных иностранных марок привело к тому, что в России появилось множество ранее неизвестных автомобилей. Причем многие из них смогли заменить такие популярные модели, как Hyundai Creta или Kia Sportage. Однако производители все еще не заполнили несколько фактически пустующих сегментов рынка. АвтоВАЗ, возможно, сделает это в отношении бюджетных моделей. Но китайские компании пока не могут или не хотят заполнять сегмент полноценных внедорожников и пикапов. Точнее, в Россию везут в основном дорогие машины подобного типа. Как вы думаете, появятся ли на отечественном рынке внедорожники, конкурирующие с УАЗ Патриот? Поделитесь ответом в комментариях. Упомянутый Патриот, как и пикап, являющийся практически полной его копией, пользуется в России стабильным, хотя и невысоким спросом. Однако прошлый год показал, что предпочтения отечественных автомобилистов немного изменились. В частности, они стали чаще покупать пикапы. Причем автомобилисты готовы даже переплачивать за них, что подтверждает продажи Great Wall Pour. Эта модель доступна в России по завышенным ценам, хотя сейчас производитель начал предлагать ее с большими скидками. То есть, в настоящий момент на отечественном рынке просматривается пустота в сегменте недорогих пикапов и внедорожников. УАЗ не способен ее заполнить хотя бы ввиду того, что аудитория покупателей автомобилей Ульяновского автозавода слишком узкая. Предприятие в основном работает за счет государственных заказов. Вместе с тем, спрос на классические рабочие лошадки в России остается на достаточно высоком уровне. Это, возможно, обусловлено тем, что сегмент недорогих коммерческих автомобилей оскудел. Уход иностранных машин, а также приостановка производства Lada Largus, вероятно, поспособствовали росту популярности пикапов. Эти автомобили вполне можно использовать для перевозки товаров, особенно когда речь заходит о поставках между городами. Сложившиеся ситуации могут воспользоваться не только китайские, но и индийские компании, которые неоднократно заявляли о заинтересованности в продвижении на российском рынке. Но последние сейчас лишены возможности открыто продавать в нашей стране свои автомобили. Например, компания Tata владеет Jaguar Land Rover. И это помешает ей выйти на российский рынок. Но индийская компания, возможно, пойдет по пути китайских производителей. То есть она начнет продавать свои автомобили в нашей стране под российской маркой. Благодаря этому на отечественный рынок может выйти совершенно новый пикап ZIS-150 Iguana. Прототип данной модели представлен на нескольких рендерах, созданных независимым дизайнером. Несмотря на сделанное выше заявление, индийская Tata может выбрать несколько иной путь, чем тот, что используют китайские производители. Последние привозят в Россию преимущественно новые модели. Причем нередко китайские компании запускают продажи в нашей стране автомобилей, которые лишь несколько месяцев назад появились на домашнем рынке. Tata, скорее всего, не станет выпускать на российский рынок новые модели. Вместо этого она, возможно, привезет в нашу страну устаревшие автомобили. Такой шаг одновременно позволит уменьшить вероятность того, что компания попадет под санкции, а также предложить отечественным покупателям недорогую машину. Именно таким автомобилем может стать представленный пикап ZIS-Iguana. Эта модель создавалась на базе Tata Xenon, первый экземпляр которого вышел еще в 2007 году. Несмотря на столь большой возраст, автомобиль вполне может закрепиться на российском рынке. Прежде всего потому, что ZIS-Iguana позаимствует у индийского прототипа только конструкцию и техническую часть. Кузов для данной модели разработают в России. Этот вариант исполнения имеет под собой несколько оснований. Во-первых, благодаря тому, что ZIS-Iguana будет внешне отличаться от индийского прототипа, вероятность того, что в отношении Tata введут санкции, существенно уменьшится. Во-вторых, создавая кузов, российские инженеры сразу увеличат локализацию производства пикапа. А это, в свою очередь, сделает автомобиль менее зависимым как от колебаний валютных курсов, так и от поставок деталей из-за рубежа. В-третьих, Xenon сейчас отличается устаревшей внешностью даже по меркам российского рынка, на котором можно найти УАЗ «Буханку» и «Лада Нива», вышедшими несколько десятилетий назад. Но конструкция многих классических пикапов и внедорожников не меняется на протяжении долгого периода. Даже Land Cruiser компания Toyota обновляет раз в 14-15 лет. То есть, используя конструкцию Tata Xenon, российские инженеры смогут выпустить на рынок автомобиль, который соответствует текущим запросам покупателей. Поэтому представленный пикап ZIS Iguana будет базироваться на рамном шасси, которое отличается высокой прочностью. Благодаря этому, к слову, представленная модель будет безопасной. Российская новинка возьмет у индийского прототипа турбодизельный агрегат объемом 2,2 литра, максимальная отдача которого достигает 140 лошадиных сил. Вместе с ним предложат только механическую КПП. Других вариантов исполнения у ZIS Iguana не будет. Это обусловлено не только тем, что Tata Xenon не выпускается в других модификациях. Появление дизельного ZIS Iguana оправдано запросами рынка. Точнее, пока полным отсутствием конкурентов с подобными агрегатами. Правда, скоро УАЗ оснастит свой пикап турбодизельным мотором китайского производства. Но нельзя исключать, что эта модель резко не подорожает из-за нового двигателя. ZIS Iguana позаимствует у китайского прототипа переднюю независимую подвеску и заднюю рессорную конструкцию. Такая конфигурация не обеспечивает высокий уровень комфорта, тем более при езде по асфальту с пустой грузовой платформой. Но она скрывает в себе два важных достоинства. Первое заключается в том, что данная конфигурация отличается простым исполнением. То есть ZIS Iguana с такой основой будет прочным. Также автомобиль будет сравнительно легко отремонтировать, что в итоге уменьшит расходы на его обслуживание. Второе важное преимущество заключается в том, что данная конфигурация обеспечит одновременно большую грузоподъемность и хорошую проходимость при полной загрузке пикапа. Последнее обеспечат еще две особенности, которые российская новинка позаимствует у своего прототипа. Высокий клиренс и подключаемый полный привод. При этом управление трансмиссией у ZIS Iguana будет ручным. То есть при движении по бездорожью водителю придется самостоятельно переключать режимы, запуская или отключая полный привод с учетом текущих условий. По умолчанию весь крутящий момент у представленной новинки будет передаваться на заднюю ось. Это важно применительно к эксплуатации автомобиля на асфальте. В подобных условиях отключенный полный привод экономит топливо. К слову, благодаря этому ZIS Iguana можно будет использовать для коммерческих грузоперевозок. Скорее всего, рулевой механизм для представленной модели переработают в России. Это будет сделано для улучшения управляемости автомобиля, так как Tata Xenon сложно водить как на асфальте, так и на бездорожье. В частности, должна быть повышена точность руля. Кроме того, ожидаются некоторые доработки в двигателе и трансмиссии. Они объясняются тем, что Xenon адаптирован под эксплуатацию в регионе, в котором не бывает холодно. Поэтому, вероятно, двигатель дополнит более эффективной системой охлаждения. Но, несмотря на сказанное, ZIS Iguana получится сравнительно дешевым автомобилем. Он будет стоить примерно столько же, сколько сейчас просят за УАЗ-пикап. То есть, представленный пикап оценят в 1,5-1,6 миллиона рублей. Это означает, что данная новинка получит минимально возможный набор опций. В комплекте с ней покупателям предложат стереосистему, две подушки безопасности, АБС и ЕСП, антипробуксовочную систему и ряд другого оборудования. Несмотря на то, что представленный проект со временем может быть реализован, хотя бы потому, что в России сейчас растет спрос на недорогие пикапы, остается невыясненным вопрос, где подобные автомобили будут собирать. Одним из возможных вариантов является Ульяновский автозавод. Но УАЗ не будет создавать конкурента для одной из своих моделей. Не исключен вариант с московским автозаводом. Предприятию нужны новые автомобили для загрузки мощности и увеличения объемов продаж. А представленный пикап может решить проблему отсутствия дешевых машин в линейке москвичей. Но учитывая, что под данной маркой выпускают фактически легковые автомобили под коммерческий грузовик, могут выделить новый бренд. Сроки выхода нового ЗИС Игуана тоже неизвестны. Даже при условии, если индийская компания и российская сторона смогут быстро договориться, автомобиль появится не ранее 2025 года. На реализацию представленного проекта потребуется модернизация соответствующих производственных мощностей, доработка прототипа и испытания пикапа на общественных дорогах. На этом у меня все. Не забывайте подписываться на наш канал, у нас много интересных новостей из мира авто. А также ждем вашего мнения касательно представленной новинки в комментариях к этому видео. Благодарю за просмотр и всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok